здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена в своем четвертом видео все-таки пытаюсь достучаться до вас когда людей думающих людей которые могут делать выводы принять информацию даже то которое собственно говоря проверить как будто бы невозможно но на самом деле в ней есть рациональный смысл я все время вас призываю на протяжении сегодняшнего своего повествования к тому чтобы вы думали об усопших также как будто бы они находятся среди вас живых только по разным обстоятельствам временно сокрыты от вас вы чувствуете их присутствие чувствуете их помощь вам вы чувствуете иногда как будто бы рядом с вами кто-то находится видеть вы этого не можете иногда его это страшит пугает иногда наоборот дает дополнительную благость то есть допустите мысль дорогие мои что жизнь с уходом нашего тела в могильную тьму не заканчивается что душа наша бессмертна она продолжает существовать продолжает существовать до того часа когда она окончательно освободится от всех грехов которые требовалось из от которых требовалось избавиться при жизни но душа по разным обстоятельствам этого сделать не смогла и нашими молитвами нашим усердием в стенах дома или в стенах церкви мы продолжаем собственно говоря ее очищение то есть чем чаще мы ее вспоминают своих молитвах просьбах ангелов хранителей и высших сил быть благостными к этой душе простить ее при грешении вольные и невольные даровать ей царство небесное тем быстрее это свершится на самом деле потому что нашими молитвами душа может выполнить те задачи которые не успела сделать при жизни но когда говоришь сходить пожалуйста в церковь и помолитесь о душе ваших усопших люди иногда теряются мы сейчас наши походы в церковь идут от случая к случаю многие вообще в церковь не заходят по разным обстоятельствам а если заходят теряется не знает что им делать а если они зашли с конкретной целью именно помолиться об усопших что нужно знать перед этим походом вот об этом я вам расскажу чтобы вы не плавали в этих водах не мучились не страдали и от собственного неверия не откладывали все время момент похода в церковь время рано или поздно придет и вы должны точно знать что вам в церкви нужно в этом смысле делать самое простое доступное чтобы не вызовет ни особых трудностей это так называемая жертва в виде церковной свечи которые покупаются церковные лавки в зависимости от того какую вы свечу хотите купить такой вы купите есть восковые есть парафиновые тонкие средние достаточно массивные свечи вы покупаете ту которая вам больше понравилась здесь не имеет значения дорогие мои толщина свечи чем толще свеча это не значит что действие будет проходить более успешно или одна толстая свеча четырех тонких стоит здесь речь идет не об этом просто и так которая приглянулась то и купите считается что восковая более действенная чем парафиновая но опять же это наши мирские замечания по поводу свечей купленную свечу вы устанавливаете накануне есть канун это отдельный стол поминальный обычно он увенчивается распятием если вы не знаете где он находится спросите у у служащих вам обязательно покажет именно на этом столе устанавливается свечи запоминание усопших и так самое простое самое легкое действо которое засчитывается в чин поминания по усопшим это установление свечи на отдельном столе который называется канун и где горят свечи таких же желающих помолиться о душах своих усопших и так вы приходите к этому столу свечу зажигаете не отдельной спичкой это считается грехом от горящих свечей зажигаете фитиль собственной свечи немножко разогреваете донца свечи от того же пламени устанавливаете ее в специальную ячейку и с этого момента свеча за вашего усопшего начинает гореть не спешите сразу отходить от стола можете помолиться за человека во имя которого вы поставили эту свечу допустим у вас нужно помолиться не об одном члене семья трех четырех пяти каждому из них должна соответствовать свои свеча устанавливайте по такому же принципу и задумайтесь просите у господа бога помощи в том вопросе что вы страдаете за своих усопших переживаете за них просите простить им грехи их молите господа бога быть милосердным к их душам простить им вольное невольное содеянное что может быть отразилось на их возможной судьбе в загробной жизни так далее вы вымаливаете прощение за их грехи вот а поскольку это вы делаете не от случая случая достаточно часто повеление души и сердца понимая что именно эти действия помогает душам ваших усопших обрести достойное место в загробной жизни то соответственно ваши молитвы рано или поздно будут услышаны и так первое что обычно делают церкви желая повоздействовать усопшим обрести лучшим место в загробной жизни это установление свечи на поминальном столе обычно существует небольшая молитва которую нужно знать который обычно при устанавливании свечи на поминальном столе принято говорить помяни господи душу усопшего раба или рабы твоей и прости им согрешение вольные невольные и дару им царство небесное если устанавливаете свечи за всех сразу одну то был как бы будете говорить во множественном числе перечисляя именно тех людей которых вы хотите помянуть если за каждого отдельную свечу то каждому устанавливая эту свечу повторяйте эту молитву упоминаю именно его имя женщина раба божья такая-то мужчина раба божьего такого-то таким образом это и делается очень полезно после того как вы установите свечи пожертвовать что-то на церковь если не считаете возможным жертвовать на церковь раздайте пожалуйста милостыню нищим которые находятся возле церкви с просьбой упомянуть молитвах имена раба усопших за которых вы ставили цвет свечи церкви это одно из действ которые легко совершенно совершить количество поставленных свечей и сколько вы будете ходить церковь зависит только от вас дорогие мои друзья но это не должно быть явление раз в год одной молитвой когда вы вспомните своих усопших вопросы не решить поэтому здесь надо относиться к этому достаточно внимательно и помнить чем больше молитв и добрых дел и милостыни вы раздадите за своих усопших тем счастливее будет судьба за крупной жизни но не только свеча которую вы поставите на канон может облегчить судьбу усопшего о котором вы печетесь рядом с каноном обычно находится стол для даров и в этих дарах есть определенный смысл еще в языческие времена к могилам приносились хлеба и вина вот которые употреблялись конечно же не теми кто принес а приходили определенные люди которые это забирали преломлялся хлеб священнослужителями а также людьми которые не могут себя прокормить при церквях всегда собирались голодные обездоленные которые этими дарами в общем-то и и и кормились эта практика сохранилась и и по нынешние времена и соответственно на этом столе устанавливаются так называемые дары которые вы оставляете пользу всех обездоленных горемык но оставляете не за свое здравие а так сказать имейте ввиду когда устанавливаете эти дары что это отрава божьего такого-то усопшего или там например чтобы помянули его в молитвах и так далее хотя бы вы мысленно от кого эти дары человек уже подарить ничего не может значит вы за него что принято дарить на эти столы но естественно прежде всего хлеб иногда туда добавляется кагор туда же в общем то приносят кутью крупы макароны но очень всевозможные вещи которые можно приготовить вот и накормить обездоленных и также тех кто нуждается в вашей помощи таким образом совершаются добрые дела и душа вашего усопшего за которую вы переживаете получает но как бы зачет определенные как будто это она совершает эти добрые дела отмаливаете возможные грехи которые к сожалению не успела отмолить при жизни это общепринятый момент и можете им воспользоваться полной мере я даже вам выписала те основные продукты которые чаще всего принято приносить по поводу или без повода в праздничные дни или в будние дни это не имеет никакого значения потому что люди хотят есть ежедневно и ваши дары будут восприняться с благодарностью так что туда приносят хоть ее хлеб крупы блины и фрукты конфеты муку и когор то что принесено в храм надо оставить на столе вкушая принесенные священнослужители творят поминовение тех за кого принесена жертва для этого принесенное можно положить записку от имени усопшего во время постов не следует приносить скоромная а в одни мясоеда напоминали стол храм нельзя приносить мясную пищу но чтобы вот вы примерно представляли что можно что нельзя и так эти дары о которых мы только что поговорили это тоже один из способов помянуть усопшего чтобы облегчить его дальнейшую загробную судьбу также помимо установления свечей или у даров которые вы установите на определенный стол можно так сказать устроить следующий ритуал это когда вы заполните записку о упоминании усопших вот передадите служители и ближайшую же литургию имена усопших будут упомянуты тем самым глаз священнослужителя послужить им проводником вот который донесет мысль до божественных сил что усопший не забыт его есть кому оплаковать здесь за него кому молиться и соответственно судьба его должна улучшиться необыкновенно напоминаю если мы печемся о судьбе нашего усопшего так что это церковное поминовение которым мы сейчас говорим и находясь церкви не забывайте пожалуйста об этом что это можно сделать это очень полезно и нужно и важно для судьбы вашего усопших многие интересуются а зачем вообще в записках о поминании так сказать церковном надо писать имена усопших на этот счет и я даже мудрить не буду из церковной литературы зачитая вам определенный момент который я отметила для сама себя вам он тоже будет полезен имена пишутся не для того чтобы напомнить господу богу о наших усопших господь предвечно знает всех кто жил кто живет то будет жить на земле имена в записках напоминают нам самим о ком мы должны молиться в память кого мы должны совершать добрые дела общаясь живыми мы постоянно помним о них усопшего же мы помним только первое время после смерти постепенное чувство скорби острота разлуки ослабевает и мы забываем своих усопших об усопших нужно более часто вас вспоминать вот для этого и существуют эти напоминания и поэтому имена усопших при благослужении во возглашаются гораздо чаще чем имена живых вот вам и ответы на все вопросы если есть над чем подумать и дорогие мои друзья все равно это тема для размышления для очищения нашей души для поиска нашего собственного пути в жизни мирской каждому из нас потом перед придется перейти в мир усопших и очень важно нам за усопшими следить и наших детей научить чтобы они заботились от нашей усопшей душе потому что святых на земле проживающих достаточно мало все остальные грешны и многое не успевает отработать в этой жизни так через молитву людей которые неравнодушны к судьбе усопшего можно улучшить собственное положение в загробной жизни и не прервать те корни которые соединяют род то без живых и мертвых которые находятся в общем единении и если мы понимаем эти вещи то на многое начинаешь смотреть совсем по-другому когда заполняется список ваших горячо любимых усопших чьими вы хотите чтобы прозвучало в молении и находясь во время этого моления вы вдруг сталкиваетесь с мыслью что вам показалось что ваши имена не были упомянуты и это считается тогда что не выполнено ваше обязательство вашим душем за который вы печетесь ничего доброго не перепало и так далее соответственно вы приходите в истинное смятение но могу вам сказать дорогие мои если храм небольшой и прихожан не так много то все имена конечно прозвучат и все будет так как вы желаете и в принципе если священнослужитель считает нужным и важным и это ему по силам то он не остановит служение пока не перечислит все записки которые находятся у него в руках но чем больше храм и чем больше там прихожан и чем больше записок в руках тем меньше возможности в данном случае услышать может быть ваши заветные имена которые вы считаете нужны должны прозвучать не в том задача дорогие мои друзья чтобы убедиться в том что священнослужитель произнес имена пока вы заполняете записку пока вы пишете имена тех кого вы не забыли память по отношению к которым вы сохранили вот здесь главная задача это задача не священнослужителя провозгласить те имена которые вписаны а ваша задача вспомнить всех кого вы считаете важным нужным полезным приятным человеком или человеком который нуждается в том чтобы его простили чтобы он обрел царство небесное и так далее это вы прежде всего будоражите собственную душу и свои чувства вкладывайте в написание этих имен здесь важна эта часть поверьте мне а бог он читает не то что провозглашено громким хорошо поставленным голосом священнослужителя он считывает ваши флюиды ваши мысли переживания и чувства они для бога гораздо важнее чем все остальное поэтому поверьте мне прозвучало или не прозвучало имя оно услышано там где нужно поэтому не страдайте и не мучайтесь по этому поводу делайте так как положено и с верой и надеждой понимаете что ваш приход ваша работа над собственными чувствами мыслями когда вы заполняли этот помянник это и есть самое основное и важно что и требуется от вас как человека духовного который сохраняет традиции переживает об усопших многое интересуется заполняя соответствующую записку а что имеется ввиду под значением об упокоении души что вкладывает церковь какой смысл вкладывается в это значение вот я специально для вас подготовила вот такую выжимку моление об упокоении умерших равно как и прошение здравия живых означает моление о спасении души тех чьи имена произносятся так что в данном случае упокоение это то есть имеется ввиду ваше доброе слово ваше пожелание ваша мечта о том что господь будет милости в душе например усопшего и простить ему все грехи вольные и невольные и дает ему упокоение покой спокойствие он знает что даже если он уже ничего сам не может сделать есть добрые люди добрые голоса его корни и его родственники которые за него помолятся вот и чьи молитвы будут услышаны а что испытывает туша усопшего когда за нее например молятся или заказывают панихиду вот или оставляют дары или устанавливает свечу на этот счет я тоже вам приготовила интересную историю святитель симеон солунский пишет да будет известно всякому верующему что если он любит отошедшего отсюда с родника то он может исходатайствовать ему великие блага если будет приносить о нем жертвы подавая у бога им искупая пленных и совершая другие подвиги милосердия которыми бога угождается бог он становится ходатаем высокого блаженства скончавшегося в особенности должно стараться совершать о нем бескровную жертву поэтому эта частица изъятая в воспоминание усопшего соединенной с кровью этой жертвой соединяется воспоминанием с богом но бескровная жертва дорогие мои друзья это всякие просферы и прочее но с этим вы познакомитесь если вам это необходимо в стенах церкви а вы можете пообщаться со служащими церкви вам там все разъяснят но это уже более глубокое проникновение в эту историю и редко кто из мирян так углубляется в эту ситуацию но бескровной жертвой для вас является ваша молитва чтобы понимали о чем идет речь ваша свеча который вы устанавливаете на специальном столе ваши дары и пожертвования а также оказание добрых и милостивых дел по отношению к тем кто в этом нуждается тем самым этот зачет идет конечно и вашу копилку безусловно но прежде всего вы адресуете это в честь души усопшего за которым переживаете хотите чтобы она обрела наилучшее место в жизни загробной так что вы делаете это для нее прежде всего если хотите помочь своему усопшему и например особо ему помочь можно заказать панихиду в его честь что такое панихида панихида за упокойная служба богослужение по умершим сущность панихида состоит в молитвенном поминовении усопших отец и братья наших которые хоть и скончались верными христу но не вполне отрешились от слабости падшей человеческой природой и унесли собой во гроб слабости и немощи свои то бишь этим людям есть что отмаливать и за них собственно говоря и заказывается панихида панихида имеют большее действие по отношению просто к простой молитве и соответственно если вы точно знаете что душа усопшего нуждается в отмаливании некоторых нюансов с которыми она ушла на тот свет значит действие заказывать по нему панихиду что панихиде такое что отличает ее от простого моления она просит панихида ознаменовано словом упокой то бишь выпрашивается прощение человеку чья душа мучается страдает и не может обрести себе покоя в силу тех обстоятельств и грехов которые успела создать при жизни упокой поется во время панихиды физическая смерть человека еще не означает полный покой для умершего его душа может страдать не находить себе покоя ее могут мучить нераскаянные грехи угрызение совести поэтому мы живые молимся об усопшем просим бога дать им покой облегчение вот вам пожалуйста во имя чего и призвана панихида для того чтобы душа успокоилась чтобы она знала что невзирая на то что в ее жизни много а грех и она к сожалению уже сама ничего не может изменить тем но заказанные близкими родственниками панихиды дают ей надежду что ее судьба в глазах господа будет отмолена придет успокоение упокой душу дай возможность успокоиться расслабиться перестать страдать и мучиться поскольку в загробном жизни все страдания мучения и прочие вещи длятся бесконечно и вы просите чтобы душа обрела наконец-то покой и и свое достойное место невзирая на те грехи и грехи с которыми она существовала есть еще которые не прощаются безусловно убийство и прочее но это на редчайший случай и здесь говорить об этом мы не будем мы говорим о тех грехах которые позволяет себе человек чревоугодие например или он был недостаточно верен своему партнеру и так далее это грех но конечно грех который все-таки можно отмолить поэтому панихиды в данном случае делать свое благое дело есть еще один способ поминовения ваших особших это кутья и еще называют колева вот и она имеет такой сакральный мистический смысл ну вот кое-что я вам из этого зачитаю при погребении усопших упоминаниях храм приносится колева или кутья то есть сваренная пшеница приправленная медом пшеница означает что умерший воистину снова восстанет из гроба так как и пшеница брошенная в землю сперва и склевает а потом возрастает и приносит плод поэтому здесь у нее у кутьи значение бесконечности жизнью то есть смертью смерть поправ то есть мы говорим о том что жизнь бесконечно как будто бы зерно умирает земле как умирает тело человека но тем не менее из умершего зерна прорастает новый росток и жизнь возрождается в полной мере а зачем в кутью добавляют мед у него есть тоже особое мистическое значение и вот как она трактуется в церковных моментах мед употребляемый в кутье означает что после воскресения православных и праведных ожидает не горькая и прискорбная но сладкая благоприятная и блаженная жизнь небесном царстве так что вот такая вот история дорогие мои друзья значит кутью тоже можно поминать наших усопших она подается не только в рождественскую трапезу и не только после того как мы похоранили своего усопшего на поминках но может быть и принесена в церковь в знак того что вы хотите помянуть конкретно усопшего своего по полной традиции в надежде на то что благодать господне мимо него не пройдет когда все непременно надо поминать о усопшего на то существует определенное правило во первых снова представленным рабом божьим это когда человек умирает и бывает похоронен все непременно его поминают на 3 на 9 а также на 40 день это однозначно и бесповоротно и в эти дни поминания все непременно должно быть после этих трех поминаний которые не обсуждаются и должны присутствовать эта часть ритуала каждый год после в день кончины усопшего тоже производится поминовение его это однозначно и бесповоротно хотя бы раз в год это должно проделываться все непременно это для тех кто ленив особой нужды в этом не видит но хотя бы механический раз в год зайдите в церковь сделайте то что необходимо особенно это важно в день кончины усопшего почему важны эти поминовения хотя бы раз в год дело в том что через память живущих если они помнят об усопшем по продвигается мысль о бессмертии этого человека мы о нем не забыли мы подтверждаем что его душа бессмертна потому что мы о нем помним на нем печемся мы о нем молимся мы делаем все возможное для того чтобы его душа обрела свое бессмертие на том свете была достойна того этого бессмертия потому что мы его подтверждаем мы живем и помним об усопшему сколько билет не прошло с момента когда он умер для нас это не имеет значения мы его помним и помнить будем и будем печься и молиться его душе так вот через действие живущих подтверждается бесконечность мысли и и жизни за крупные вот как трактует церковь хотя бы ежегодно упоминаем поминовение усопшего годовщина усопшего день его памяти для поминающих своего рода праздник хоть и грустного характера по благочестивому обычаю вместе с совершающими поминовение в нем примут участие живые сродники и друзья и потом помянут усопшего куть ее и может быть небольшой трапезой конечно память усопшего можно совершить и поминовение вот и количество этих обращений господу богу молений установление свечей и прочих действий одним разом в год не ограничивается чем чаще вы это будете делать тем будет лучше для души усопшего да и для вас дорогие мои в том числе потому что что-то делать для других помогая бездоленным горьким и убогом вы очищаете и собственную душу в том числе а значит идет обоюдная работа и борьба за то чтобы вы были всегда на стороне добра а зло просто не имело возможности на вас воздействовать потому что вы защищены от него достаточно серьезной и продуманной духовностью вы человек который совершаете добрые дела а значит зло не имеет над вами никакой силы ну вот дорогие мои друзья легкая экскурсия к тем вещам которые нужно делать любому человеку вне зависимости от его профессия от его взглядов на жизнь и прочее потому что это единственный путь для спасения души усопшего это раз наши молитвы наши действия прочее я вам рассказала про те ритуалы которые делаются церкви и которые доступны и вам и чем чаще вы это будете делать дорогие мои друзья тем счастливее будет судьба ушедших кто составляет ваш род и вы будете счастливее потому что род станет за вами стеной и не позволит ни несчастьем ни трудностям разрушить вашу жизнь а добрые дела которые вы будете совершать облагородят вас и нас и вы пойдете по пути истинному нужному и важному что сохранит вашу душу в первозданной свежести а стало быть загробная жизнь вас страшить не может по определению вам просто нечего бояться а с вами была нечего бояться а с вами была елена